Всем привет, это беседка и сегодня у нас в гостях супер чувственный и нежный джаз от Саши Магерова бэнд. Слушаем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Уж ты, прялица, готовица моя Пойду выкину на улицу тебя Не сама ли мать подачку дала И с правой рукой колечко дала А колечко было метное Полюбила парня ветра А другое оловянное Полюбила окаянного Окаянного Мы сидели с ним и плакали На гитару слезы капали А гитара была новенькая Двадцатипятирубляненькая Подавай мне мать жениха Подавай жениха без греха На правую ручку с мащечку На левую обнимашечку На правую ручку с мащечку На левую обнимашечку Обнимашечку Подавай жениха без греха Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы сыграем для вас песню, которая называется «My heart is a flower» «Мое сердце — цветок» Субтитры сделал DimaTorzok Это происходит очень постепенно, и когда речь идет про взаимоотношения мужчины и женщины, как важно, чтобы женская душа раскрылась, рядом с ней были нежные, заботливые руки, понимающие сердце. Я вижу тебя, ты видишь меня, мы чувствуем друг друга, и когда ты улыбаешься мне, я тебе, как будто распускаются цветы, как будто становятся светлее вокруг. Так, давай позволим этим цветам расти. Как ты прекрасен, как вы прекрасны, как мы прекрасны. А, «My heart is a flower» Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо! Как понять джаз? Есть песня у меня, которая называется Music, музыка. И в её основе лежат такие слова. Не пытайтесь музыку понять. Не пытайтесь даже её почувствовать. Просто позвольте птице музыки летать в своём сердце. И мне когда-то это понравилось, зацепило, и из этого родилась целая песня. Поэтому я думаю, что в этом жанре музыки абсолютно как и в любом другом, абсолютно в другом, всё зависит только от волны, на которую настроен твой внутренний радиоприёмник. Поэтому я думаю, что это всё исключительно на ощущениях. И возможно, что в одном и том же стиле ещё от исполнителя многое зависит. Что один тебе отзовётся, а второй нет. Поэтому я думаю, что понять — это уже как бы следующий момент. Если ты в себя это впустил хотя бы немножечко, то потом ты и разберёшься, и тебе это будет интересно. Поэтому я думаю, что ключик — это скорее как-то самому открыться и просто позволить этой птице музыки летать внутри себя. Как что-то полюбить в этой жизни? Насильно мил не будешь. Это должно что-то срастись между конкретным человеком и конкретным концертом или конкретной записью. Потому что джаз — это музыка, которая каждый раз рождается заново. И она построена на импровизации. Даже если одинаковая программа, одинаковые песни, всё равно это каждый раз будет звучать по-разному. Поэтому тут, я думаю, важна сцепка вот прям в конкретном моменте. Есть такая фраза, по-моему, её сказала Марина Цветаева, но я могу ошибаться. Она сказала так. «В искусстве подхода нет, ибо оно захват». Поэтому как увлечься джазом? Да это он тебя или увлечёт, или нет. В моём случае было именно так. Я до 16 лет вообще не знала абсолютно ничегошеньки про эту музыку. И только когда я занималась классической музыкой. И когда я попала на живой джазовый фестиваль, это настолько пуля, финский кинжал, попало в меня, что я поняла просто в одно мгновение, что это моя музыка. И я не пыталась это делать специально. Это произошло само собой. Я думаю, что если у тебя есть ощущение ценности от того, что ты живёшь, это уже автоматически за собой подтягивает благодарность, желание двигаться, ставить перед собой задачи, мечтать и всё остальное. А там уже набор компонентов для всех разный. Для меня лично самое главное в моей жизни — моя семья, моё любимое занятие. Наверное, так. А как ты ощущаешь музыку в своей жизни? Как ты можешь описать? Мне сказать несложно, потому что я себя считаю в этом плане везунчиком. Потому что у меня с детства, если так громко говорить, призвание моё, оно было достаточно проявленным. И я, по сути, никогда не занималась ничем иным, кроме музыки. То есть я, как выходец из профессиональной среды, и с детства, как я начала своё движение в музыке в 7 лет, оно никогда не останавливалось. Поэтому для меня музыка в моей жизни — это такой естественный, ценный и во многом привычный фон. Может быть, даже я не в полной мере иногда могу оценить вообще всю значимость, потому что в моей жизни это всегда присутствовало. У меня были несколько моментов. У меня был момент, когда я заболела, потеряла голос. И мне нужно было сохранять режим молчания, чтобы вылечить болезнь голосовых связок. И так два раза случилось. Три месяца, и второй было шесть месяцев. Но там нужно было не молчать, но очень аккуратно, нельзя было петь, работать в очень аккуратном режиме. Вот, конечно, в эти моменты, что имеем, не храним, теряем, плачем. Конечно, понимаешь, как бы ценность, и просто душа рвётся наружу, и очень-очень просто так хочется заниматься этим. Поэтому, конечно, или, например, когда детей я рожала, тоже, да, я не могла сразу войти, вернуться в профессию. Тоже был период, когда у меня этого не было, и мне очень-очень прям вот... А ещё у меня был период жизни очень крутой. У меня был непростой жизненный период, и мне нужно было устроиться на постоянную работу. То есть ни концерта, ничего, вот прям мне нужна была постоянка, чтобы выкормить детей. И так случилось, что я устроилась на работу в частную школу учителем музыки. И для моего эго это было просто сокрушительное фиаско. Потому что я до этого проработала 5 лет в УЗИ на вокальной кафедре. Вот, и я, ну, была неплохой молодой специалист. А тут так всё получилось, что мне нужно что-то ещё искать. Вот, и я оказываюсь просто-напросто в школе. Урок обычный, там, дети, 24 сколько там человек. И у меня был период, когда я вот тогда долго не занималась музыкой, потому что мне нужно было как профессию заново это освоить. То есть у меня есть два диплома об образовании, и по одному из них я могу преподавать в школе в обычной тоже. Но, естественно, это не было никогда моей профессией. Вот, и я осознанно на год как бы отступила от активного сочинительства, выступлений. Вот, и прям вот я погрузилась в эту профессию. И тоже, естественно, я очень-очень потом, ну, ценила возможность реализоваться в любимом занятии. И отсюда вот есть вопрос о том, как проходить такие тяжёлые моменты в жизни. Вот, что ты делаешь, как ты находишь эти способы справляться с какими-то ситуациями, которые вышибают там или неприятные, когда хотелось чего-то, а оно не вышло. Как продолжать? Какие-то классные вопросы у меня в последнее время, он очень занимает. Потому что то, что ты описал, по сути, это состояние смирения. Когда в жизни происходит что-то, чего ты не предполагал, с чем ты смириться не можешь, ну, тебе просто приходится это сделать. И можно обрыкаться, можно успокаивать себя, но вот какое-то примирение и понимание того, что сейчас это так, и оно не будет по-другому. И ты можешь либо это принять, либо находить способы всё время бороться с этим. Это не значит, что не нужно ничего делать, но само состояние — я сейчас в этой точке, и это сейчас так. Ещё, мне кажется, мне проще в том смысле, что я верующий человек, я православная христианка, вот, поэтому я не чувствую себя в этой мире одной и самой по себе. Поэтому в моём случае, ну, преодоление каких-то, ну, тяжёлых жизненных периодов, оно как бы всегда без какого-то чувства, что мне нужно это прямо самой как-то сделать. Блин, мне тяжело ответить. Мне тяжело ответить, потому что, знаешь, это такие части, вот любая мама меня поймёт. Потому что тут даже речь не про музыку и детей, а тут речь про детей и тебя. И когда нужно баланс в жизни этот наладить, то есть ты и твои потребности, и дети их потребности, у меня часто так бывает, что естественным образом на первом месте оказываются их потребности. Потому что кто-то заболел, какие-то проблемы, там что-то эмоции трудные, и они, естественно, приносят как бы куда, да, как бы они приносят тебе это. Вот для меня очень сложный вопрос этого баланса, что я, наверное, только сейчас, уже поймав какое-то, наверное, выгорание и небольшие проблемки со здоровьем, уже сейчас начинаю понимать, что нужно всё-таки на пьедестал себя возводить и свои потребности, вот, и потом уже заботиться о детях. Потому что всё остальное, оно вытекает из этого, в том числе музыка и дети также. Мне очень нравятся концерты Tiny Desk. И я слежу, и там периодически вылавливаю новых исполнителей для себя, и мне очень нравится. Я потом дальше начинаю следить за тем, что они делают благодаря этим концертам. Вот, последний мне понравился Live. Он не очень новый, не очень свежий, но очень классный, Алиши Кис. Там в конце была очень классная песня, она прям всё время крутится в голове у меня, и это очень здорово, так живо, так естественно. Мне вообще она очень нравится, очень она мне. А можешь назвать два-три любимых Live'а на Tiny Desk? Мне очень нравится Live'а от Алиши Кис, Мак Миллер вместе с ThunderCat. Да, я обожаю этот Live'. Очень-очень-очень нравится. И Том Мич? Том Мич. Том Мич, да. Да. Ну это то, что я реально прям я переслушиваю, ставлю и много-много раз слушаю. Мне очень нравится. Слушай, я какой-то такой позитивный персонаж. Мне нравится мелодичное, мне нравится светлое. Даже если это рэп, мне нравится какой-то более такой, более какой-то мелодичный такой рэп. Что бы ты сказала нашим зрителям, как пожелание миру? Спасибо, что слушаете разную музыку. Спасибо, что открываете своё сознание и своё сердце для восприятия красоты. Потому что, как сказал, кстати, Ницше, голос красоты тих и проникает в самые чуткие уши. Вау. Супер. Спасибо. 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 Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поддерживайте нас лайками, репостами, комментариями, а также на сервисе Boosty. Это была беседка. До новых встреч. Пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...